Друзья, всем привет! Очередной выпуск подкаста про Студвесну, про Студосень. У нас в гостях, я тебя, честно скажу, ждал больше всех. Думал, тебя приберегут под конец, но уже такая ситуация вышла. Ты у нас сегодня. Александр Рутюнян, друзья, легенда Нау, Студвесны и всего прочего. Все, я понял, я понял. Прямо-таки легенда. Не, ну сколько. Я когда заходил на первый курс, мне там рассказывали, говорю, вот там есть Бульда, есть той, и Александр Рутюнян, очень важно. Ему там все, столько лет уже. Если не считать один год пропуска, то получается 22-я сейчас у меня студенческая весна. Вот, это слегка больше половины всех фестивалей. Да, да, то есть чуть-чуть. Это великолепно. Знаешь что, вот мне никто никогда не рассказывал, и раз ты тут, давай начнем с такой истории, почему Пушкин? Я вот не знаю. Ой, сейчас будет прям такая история. Будет история, которая для многих станет. Я тебе хочу сказать, что лет 10 большинство участников нашей тусовки Студвесенской реально считали, что моя фамилия таковая и есть. И поэтому, ну, Саша, наверное, поэтому Пушкин, как бы, ну и ладно. Ой, на самом деле, постараюсь как бы коротко. Это, давайте вот просто, 98-й год, я прихожу в команду, в команде 9 Саш, 40 человек. И когда там кто-то кому-то кричит Саша, ну как бы вот все сразу, знаешь, там мальчики, девочки поворачиваются. И было модно, ну не то чтобы модно, ну тогда это была такая история, знаешь, такое время, да. Все друг другу давали погоняло. Типа вот одного назвали там децелом, другого называли длинным, третьего лысым, пятого костылем. Ну вот такая вот история была. И тут думали, ну как этого длинноволосого? У меня на первом курсе были длинные волосы такие, я был неформальчиком. Ну там вся эта металлика, цепи, вся эта история была. И ну мне просто дали роль Пушкина, самую неудачную мою роль в моей жизни. Но тем не менее так и прижилось. Прижилось исключительно из-за репетиционных вещей, потому что в то время у нас репетиции были типа из разряда 40 дней до концерта. И вот эти там 30-40 дней мы арбайтен в полную меру. И когда ты свой кусочек там небольших фраз в роли Пушкина говоришь, ну там сотый раз, тебя уже начинают там где-то внутри команды ассоциировать. А потом типа кто, да, это Пушкин, Пушкин на сцену, Пушкин это. И вот как-то так вот просто повелось. Самое интересное, что эта штука так вот прижилась, прижилась по жизни, прижилась на всех работах, дальше, дальше, дальше. Только сейчас, знаешь, когда вот уже прошло там 15 лет после выпуска, плавно все-таки такой условный Пушкин где-то остается внизу. И уже все-таки Арутюнян становится более привычным, когда тебя зовут. И уже знаешь, когда там говорят Пушкин, ты уже знаешь, ты человек из прошлого, ты мой человек из прошлого, ты меня где-то слышал, знаешь. И вообще ты, наверное, не просто так добавляешься ко мне в друзья в Facebook. Мне просто очень забавно, ну из того, что ты рассказал, что у всех были погоняло каким-то визуальным особенностям лысый длинный, а у тебя Пушкин уже на ранг выше. Да, слушай, это не то, чтобы я писал удачные стихи, или это не то, чтобы это была, знаешь, выдающаяся роль, которую я сыграл на студвесне. Нет, вот такой истории вообще не было, это была исключительно больше случайность и дальше трендовость того времени. Вот, не более того. Все, я понял. Ну тогда давай по чуть-чуть переходить плавно к концерту факультета международных отношений. Ни в коем случае не предвзятый подкаст. Я не бывший капитан этой команды. Да, сто процентов толерантности. Я не женат наимошница ни разу. Да, да, да. Не, не, я просто к тому, вот, свои ощущения тебе расскажу. Я, когда шел на концерт, я шел, знаешь, с какими-то такими завышенными ожиданиями. Это в этом году. Вот сейчас. Да. Я не понимал, что ждать, потому что я этих людей фактически не знаю. Я такой думал, а что вы мне сегодня покажете? Но в целом, в целом, я доволен тем, что сегодня произошло на сцене. Не хватило лично мне, конечно, по эмоциям. Хотелось бы еще, но в целом, вот, нормально. А теперь более весомое мнение об этом концерте. Да ладно, весомое, невесомое. На самом деле, как любит Вагн говорить. У нас же, понимаете, такая история, что члены жюри, они должны некую эмоциональную тему, эмоциональную историю сделать субъективной и превратить эмоции в цифры. Но это самая неблагодарная история, которая может быть. Знаешь, вот есть точные виды спорта, там, как футбол. Вот мяч пересек линию ворот, это гол, и тогда 1-0. Знаешь, не говорят же там, ну, Динамо круто играло, ну, молодцы, все, давайте отдадим им чемпионство. Мяч пересек линию, это 1-0, но если бьет Марко Девич в 2012 году, тогда нет. Ситуации бывают, безусловно, разные. Но идея в том, что это не некий точный вид спорта. Да, в любом случае, это состязательная история, в которой мы все-таки субъективны. Да, мы должны это понимать. И я все-таки стараюсь оценивать историю ближе. Я всегда делаю скидку на субъективность. Я, вот, для меня важно все-таки конечный продукт, да, то есть качество этого конечного продукта. Да, он может быть разный. Вот сегодня, вот переходя плавненько к концерту, к первой части, у меня было ощущение, что капитан или какие-то люди из команды, ну, прямо явно были на песочке после ФБ. Потому что целый ряд ошибок, которые говорили про именно технических моментов, которые обсуждали на обсуждении после первого концерта, они в этом концерте реально были учтены. Да, там, может быть, не на цирк Дюсселей, а со всеми там этими эффектами, которые бы хотелось, но, по крайней мере, знаешь, отсутствие спецэффекта и отсутствие вообще чего-либо, это разные вещи. То есть они убрали ошибки. И вот это было прямо интересно, и они были в этом сегодня молодцы. То есть отсутствие ошибок делает продукт моментально лучше, даже если контент слабее. Вот, или слабее, это с точки зрения, опять возвращаемся к терминологии субъективности. То есть вот субъективно мне было не очень понятно сегодня на первой части, ну, вот как это все развивалось, как это все подавалось. Потому что это все-таки был монолог, да, то есть назвать это первой частью можно только ввиду того, что это была первая часть концерта, а не первая часть того формата, в котором мы как бы привыкли ее видеть. И человек, который появился на сцене, там, знаешь, как без объявления войны, как говорится, да, то есть не объявили, не ввели, ну, не очень понятно вот что. Такое тоже может быть. Опять же, это же не обязательно. Но вопрос в том, что тогда нам должно быть сразу все ясно. Кто, что, где, как, почему. И тогда ты должен уже, слушая это, воспринимать этого человека в определенном образе. Если его не объявили, тогда он должен быть настолько внутри образа, чтобы на все твои вопросы, на все вопросы зрителя, его образ был, отвечал на все твои вопросы. Кто ты, что ты, как ты, почему ты, почему канат, почему, ну, эта пуповина мне стала несколько позже, да. То есть это, ну, вот в первой, скажем так, мизансцене этой истории. Потом, понятное дело, то есть, что он взрослел вот от ребенка и так далее. Но если мы выбираем жанр монолог, это один человек длительное время на сцене. Это самый сложный жанр, который вообще, в моем понимании, можно выбрать. Это не юмор, где недостаток актерской игры можно простить за текст смешной, за гэг, за смешной текст, за шутку. То есть, и тогда зритель готов это прощать. Здесь же нет такой истории, да, здесь ты не имеешь права на ошибку. И вот мне не хватило образа в детях, в первую очередь. Так сложилось, что я сейчас, в принципе, живу своими двумя маленькими детьми с утра до ночи. И меня сейчас очень сложно этим обмануть. Знаешь, вот если бы я был студентом, наверное, бы мне опять-таки зашло. Возвращаясь опять к субъективности, да. Я сейчас очень близко связан со своими детьми. И поэтому, когда кто-то пытается сыграть ребенка, мне хочется, не простите, чтобы это было вкуснее. То есть, это должно быть вкуснее. То есть, ты должен быть ребенком по-настоящему, проживи, будь. То есть, знаешь, вот сыграть ребенка, мне кажется, может человек, который когда-то стал отцом. Ну, который видит. Или, ладно, не отец. Ну, у которого есть очень-очень маленький брат. Знаешь, бывает такое, что 16 лет пацану, а у него типа рождается брат. Ну, сплошь и рядом. И если он проводит много времени со своим младшим братом, там, в 3-5 лет, и ему уже там 20-ник, а он проводит время, он видит, какой он есть на самом деле сейчас. И такого человека сложно обмануть. Поэтому, субъективно, мне не хватило силы образов, да, то есть, всех вот этих перевоплощений. То есть, по большому счету, идея очень неплохая. Показать жизнь, неплохо был обыгран канат с точки зрения в каждой сцене, он имел какое-то значение. То есть, идея интересная, но, сорян, это, знаешь, мы, мне кажется, мы все-таки должны замахиваться на ту планку, которую мы можем преодолеть. Знаешь, когда вот есть такой вид спорта, когда через жердыну, да, вот, прыгают. То есть, ну, ты же ставишь ту высоту, которую, в принципе, ты на тренировках, ну, когда-то все-таки покорял. Да. И мне кажется, сейчас ребята заранее поставили себе такую планку, я не знаю, это спорт, может быть, да, ну, типа, это как профессионального боксера офигенного взять и выпустить против какого-нибудь тяжеловеса. То есть, сами себе немножко поставили такую планку, которую очень сложно выполнить. Хотя, с точки зрения продукта, опять же, мое МХО мне скорее не понравилось, чем понравилось. Но, с точки зрения готовности продукта, с точки зрения технических моментов, с точки зрения музыки, с точки зрения, там, обычных таких, знаешь, обычных тюдизионских ошибок их не было. То есть, и за счет этого, то, что продукт, в принципе, был, и он был такой, которым можно его подавать зрителю на его вкус, тогда ок. То есть, это имеет место быть, и, если я не прав, по справедливой системе оценивания, моя оценка может быть вычеркнута, или наоборот, она может быть, в принципе, высокой. Пишите в комментариях, прав Саша или нет. Да, пишите в комментариях, но идея такая, что из плюсов, это то, чтобы все-таки был хороший, готовый продукт к выпуску, и мы уже дальше обсуждаем все-таки не технические моменты, а мы уже обсуждаем контент. Ну, конечно, и даже сцена. Это уже несколько другой левел, как по мне, когда мы обсуждаем не технические какие-то проблемы, а контент. А здесь уже, знаешь, можно поговорить. И тут уже как бы вопрос вкуса. Кому-то как-то понравится, кому-то не понравится, кому-то развязка не понравится, кто-то любит хэппи-энды. Это уже субъективная тема. Это вкусовщина все, да. Ну, как ты перечислял вот эти все истории, смену образов. Ну, хороший же пример у тех же ИМО, 16-й год, когда Катя сама на спектакле играла в образах разных писателей. Ну, классно же вы сделаете? Да, но, сорян, Катя преображалась. Ну вот, да, я же к чему, что она меняла образ, была какая-то динамика по ходу всей этой истории. Да, абсолютно верно, да. То есть там каждый образ был принципиально разный, да. А здесь все-таки не было кардинально разности. Я не знаю, как это правильно сказать. Ну, я понимаю, что ты хочешь донести. То есть перевоплощения не было. То есть по-настоящему перевоплощения. То есть была попытка сыграть ребенка. Была попытка сыграть подростка. Понимаешь? То есть это немножко... Был момент, в котором он был в своей возрастной истории, где он был, собственно, и сейчас такой. И он с ней справился на ура. Ну да. То, что может прочувствовать от ада я, там и получается. Да, вот там, где он прожил эту тему, да, потому что, ну как, вынужденно прожил, потому что он сейчас ею живет, да, собственно, и жизнью. И вот там у него это получилось все правильно, все хорошо. И вот этой истории немножко не хватило, чтобы воспринимать эту всю тему более вкусно, я бы так сказал. И поэтому это все прошло под, знаешь, как вот не наслаждение, а это было, типа, работаем мозгом. Так, сейчас это у нас, это, это у нас, это разбираем технически. И хотелось бы все-таки получить от первой части именно вот то свободное наслаждение, когда ты не заставляешь свой мозг технически думать, додумывать, где чей, какой образ и что вы хотели сейчас нам этим сказать. А в тот момент, знаешь, такой маленький лайфхак. Вот если член жюри ничего не пишет в свой блокнот, это же замечательно. Ну да, он погружен в историю. Все, он погружен в историю. Ему незачем, ему не надо ничего писать. Вот если он что-то пишет, он, наверное, что-то хочет иногда сказать. Да, изредка я себе пишу несколько больше, когда мне хочется, наоборот, кого-то похвалить, но это очень мало, да, раз ты обращаешься к своему блокноту. Бывает иногда, что... Ой, прошу прощения, я стукнул, наверное, сейчас уже часть зрителей убежала, да, отключилась. Так вот, иногда бывает такое, что хочется даже записать, чтобы, ну, все равно ты не можешь, все равно ты не можешь, типа, глаза убрать в написании что-то, потому что тебе не хочется отрываться от того, что ты смотришь. И вот это, наверное, показатель того, насколько команда может погрузить в свое выступление, в свою идею и вообще в то, что она хочет сделать. Ведь секрет даже не столько в технике, секрет даже не столько там в сценарии и все остальном, секрет в передаче эмоций. Насколько у тебя получится погрузить внутрь эмоционального состояния своего для того, чтобы передать его зрителю и погрузить его в это состояние. Вот это, ну, уровень дзен, да, когда ты вот действительно можешь, ну, все, тогда ты выиграл. Ну, типа, вот, если задача выполнена на 100%. Ну, да. По хрону 15 минут вышла у ребят первая часть. Ну, когда-то это считалось прям мало. Да, я написал, что, ну, смотри, для первой части мало, для монолога много. Ага, вот так вот. Ну, то есть это либо затянутый монолог, либо это недостаточная первая часть. Вот в моем понимании все-таки это не есть... Смотри, это неплохая первая часть в принципе, в целом. Я хочу, чтобы меня зритель правильно понимал, да. То есть это неплохая первая часть, если мы ее обсуждаем. Ну, да, было бы плохое, что обсуждать. Да, мы бы сразу перешли ко второй части или поговорили бы про историю про 91-й год или про 2000-й. То есть здесь больше как раз история в том, что первая часть на самом деле неплохая. Но она недостаточная для победы. А знаешь, как иногда видно, когда в концерте команда все вот таки с амбициями, да. То есть когда они начинают где-то заикаться там в конферансике или где-нибудь там в перерыве между первой и второй части, что мы хотим выиграть. Или как-то это где-то, знаешь, вот витает, пролетает, да. Там одним, вторым словом. И здесь я это слышал тоже один или два раза, что они хотят выиграть. То есть это означает, что где-то внутри команды все-таки они ставят себе цель победить. Это очень похвально. Я очень люблю такие команды, которые ставят себе за цель не хорошо выступить, а победить, да. Это все-таки спортивный интерес. Стратегия, тактика, математика. Мы должны все включить в этой теме. И если вы ставите себе задачу победить, вы должны идти, это я вам как технарь говорю, не технарям, как ток, нужно идти по пути наименьшего сопротивления. А вот ему, к сожалению, выбором жанра первой части пошло по пути наибольшего сопротивления. Это самый сложный жанр. Я как бы ни в коем случае не говорю, что я бы справился с этим, знаешь, как сверхталантливый чувак или кто-то из любой из членов жюри бы, которые здесь сегодня сидящих, справились бы с этой задачей лучше, чем сегодняшний актер. Я вообще абсолютно не готов гарантировать какой-либо результат. Я только могу сказать, что я бы просто выбрал путь попроще, путь полегче, с большим фидбэком, как в конце, скорее всего, с большим математическим результатом. И пошел бы на такой вот теме, да. Ведь достигать результат нужно не только, беря максимальную высоту, ну, иногда тактикой. Чит-коды тоже имеют место быть. Конечно, да. Это как с ворованной шуткой, да. Ее же, в принципе, можно своровать, сделать, украсить, изменить до неузнаваемости. Но ядро, собственно, смехотворное, да, вот это вот, оно будет не авторское. Но при этом нужно же понимать, чтобы человек, который берет, заимствует шутку, там, ее переделывает, адаптирует и так далее, он же должен первое что понимать. Он берет смешную шутку или нет? А вот очень многие студистенчики, КВНчики страдают над этой историей, потому что они не понимают, когда они заимствуют шутку, они даже не понимают, она вообще смешная или нет. Ведь, или иногда мы берем смешную шутку, но переделаем ее до такой неузнаваемости, что она перестает быть смешной. Да, такое тоже бывает. Да, поэтому и в этом же весь талант тоже состоит, да, то есть мы должны разбираться в юморе, то есть понимать, что смешно, что не смешно, что можно брать, что нельзя брать. На чем мы смеемся, на чем мы грустим. Ну вот такие вот вещи как бы надо учитывать. Но я еще по поводу настроить на победу. Знаешь, как я выходил после первого, вот второй, третий, четвертый курс, я шел на студвесну, у меня внутри меня подталкивал один огонь. У меня не было прям желания вот победить, у меня было желание развалить ГМИ, что бы ни случилось, как бы это ни пришло. Потому что на первом курсе, когда я выступал, у нас был первый концерт, и мы по оценкам до последнего дня, до Джокера в тройке были, с первым концертом. И мы там на Джокере чуть-чуть посыпались, и они нас обогнали вообще на фигню. И с того момента я такой, уничтожу. Да, да, это спортивная история. Слушай, ну это же всегда так было. Каждое там, знаешь, типа определенное поколение, всегда была какая-то заруба между какими-то командами. И это круто на самом деле, но когда ты сам участвуешь, я тоже был частью зарубы, у меня с фопами были регулярная такая история, такая сильная. Потом с АВТшниками у меня была, потом мы уже ушли, а потом АВТ с фопами, потом ГМИ со всеми, потом АВТ, потом опять фопы. Фопы там несколько раз, знаешь, вот пока там три подряд года свои не забрали и не успокоились. Это на самом деле очень круто, потому что это, смотри, конкуренция, она порождает качество на самом деле. То есть когда есть конкуренция между кем-то и чем-то, в конечном итоге мы имеем более качественный продукт. Без конкуренции, когда все лайтово, это же, знаешь, чем утренник отличается от брызневых паростков. В брызневом паростке есть оценки и победители, а в утреннике нет. А костюмы и там, и там одни и те же. А в принципе контент приблизительно одинаковый. И вот студвесна, это же уже как бы next level, в котором мы все-таки понимаем, что это спортивное состязание. А здесь уже должно быть все. Иногда, блин, да последний капли сна. Ну хорошо, тогда давай посмотрим, сколько капелек сна потеряли на второй части имошники. Да, по второй части я хочу... О, давай перед началом вопрос сразу. Как тебе Ростик? Пацан, который у них конфер был. Да, нормальный пацан. Блин, я на него смотрел, знаешь, так слегка даже по-доброму завидовал, вот этой его актерской игре. Ну я тоже умею, но не так. Он по-своему это делает. И я сидел весь концерт и думал, блин, ему бы вот в рот еще шуток смешных, и вообще же бы великолепно было. Не, он очень типажный чувачок. И вообще, ну я сейчас в целом скажу, да, то есть его тоже упомянем в хорошем смысле. Я тебе написал такую вот штуку, что мне очень понравилась шутка про... В самом начале еще ничего не оценивается условно, да. Это вход там про систему оповещения, систему аварийного оповещения Антух. Да, латинскими буквами. Я прям очень заценил, очень смешно, актуально. И Антух это такой вот тоже человек-вселенная для ЦКИ. И слава богу, что он у нас есть, и у нас поток шуток в этом смысле не иссякаем. Хотя шутка, казалось бы, на поверхности, но только в этом году ее первый раз кто-то все-таки умело так преподнес. Еще классно, что он засветился прямо перед врачей-задимой с днем рождения. Поздравите за лопа. Есть персонаж и сразу шутка. Да, он где-то немножко помог. На самом деле это круто, когда... И это заметка многим командам, что смотрите в перерыве, когда зритель там курит, общается между собой. Если есть что-то, что поднимает им настроение, вы вводите во вторую часть их более, типа, в хорошем настроении. То есть они не грустят, и вам проще эмоциональный фон зрителя дальше поддерживать. И вот ему в этом смысле очень правильно тоже там, смотрю, Олежка выходил, что-то там делал. Это для меня такой слегка кринж был. Ну, раньше же как было? Проводится разогрев, после разогрева все, можно выходить. А я что-то веду-веду и понимаю, так погодите, уже все сидят, а что я тут тусуюсь? А что самое интересное, перед второй частью я же еще конкурсы проводил. И вот я говорю, ну все, типа, ждем вторую часть. И контролку они включают, а никого нет из вас. Я такой, ну блин, ну как-то. Но все равно молодцы. То есть видно, что команда где-то как-то не пропускает мимо ушей то, о чем мы говорим на обсуждениях. Прислушивается, и это помогает зрителю. То есть и зритель сегодня был максимально лоялен, максимально настроен к команде. И это очень круто, на самом деле. То есть я говорю, с техническо-организационных моментов команда сегодня просто большие, ну молодцы, просто бубочки. Вот. И вот все-таки начиная, правда, мы сейчас, потому что мы никогда к ней не придем. Слушай, очень круто. Вот формат второй части все-таки студвесенский. Вот сегодня для меня открылась весна. по-настоящему, потому что это именно правильный формат. То есть формат, в котором люди пришли поржать. Они пришли за юмором. Они пришли, чтобы им от их серых будней что-то как-то поднять настроение. Да, хлеба и зрелища. Они пришли за зрелищами. И им дали эти зрелища. И глобально команда, я считаю, справилась сегодня со своей задачей. Особенно во второй части. А зритель приходил за зрелищами. И главное, он их получил. Поэтому вот команда в этом смысле сегодня молодцы. Они взяли и поработали очень хорошо над конферанцем. То есть это была не пустышка, не тупые подвязы, знаете. А это был контент. Это был юмор. То есть это было там где-то кусок видео, где-то шутки. И все это было как бы связано в нормальную сюжетку. И это было на самом деле очень хорошо. И девочка была достаточно симпатичная. Ведущая. Но на Емо никогда, по-моему, с этим проблем не было. У нее парень футболист. У одной из девочек с Емо вообще мужа-то я. А, ну вы пытайно. Вот, поэтому здесь, как бы, я же говорю, на Емо никогда не было проблем с красивыми девочками. Они там все просто молочинки. Вот. И идем дальше. Значит, первое. Номер вокально-инструментальный. Живая музыка. Две замечательные вокалистки. Очень хорошо спели. Вот мне понравился вокал. Я все-таки люблю, знаешь, когда поют чисто, красиво какие-то сложные моменты. И у них это получилось. Вот я не буду больше задерживаться на этой истории. Мне просто понравилось. У меня высокая оценка. Я получил... После определенного куска контента юмора я получил неплохой заряд музыкальной этой темы. Причем, знаешь, там докопаться сложно. Потому что и живая музыка очень неплохо, и эмоциональный, и гитарист, и там девочка хорошо играла. Вот этот мальчик только вызывал вопросы. Ударник, да? Вызывал вопросы, в смысле, инструмента. Не сам мальчик, а инструмента, на котором он играл. Но, в принципе, в итоге все получилось. Он, когда начинал играть, стучать, у меня было такое ощущение, первые секунд 10, что он прям микрофоном по этой бочке. Да, то есть я до конца не понял, как называется этот музыкальный инструмент. Это же, грубо говоря, это самая бочка ИДС любил юзать ее на всех парострах, студвеснах, там чуваки всегда сидели. Но главное, что получилось, да? То есть это очень неплохо, то есть свои таланты хотели показать, показали, и хорошо. И дальше я себе отмечаю, что опять конфер, опять контент. Да. То есть опять все есть, то есть ты как бы не перестаешь, то есть тебя держат, тебя держат, мне прям очень, мне понравилось. И так, идем дальше, юрористический номер. И тут открытие. Стэм, причем который получился. Офигеть. Вообще. Да когда у Емо такое было? Я, нет, ну давай так, все-таки Емо, команда, которая была всегда уверенным средняком, это никогда не была командой, ну может когда-то на заре, команда, которая там посла задних, да, как говорится. То есть команда всегда, которая могла всегда удивить, ей всегда где-то как-то чего-то, чу-чуточку, знаешь, там не хватало. Я знаю, 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 будучи в тройке, чу-чуточку не хватало. Да, но троек было, по-моему, очень много у Емо. Ну лично при мне было две. Но вообще, по-моему, было больше. Ну было больше, однозначно. Я думаю, когда трио выступали, там же. И второе место было, да. То есть я же говорю, всегда одета, чутку чего-то как-то не хватало. Но вот сейчас редко, когда на студвесне ты видишь стэм, который получился. Я сейчас смело могу сказать, что да, там всякие, может быть, гуру и мастодонты профессиональных лик смеха и так далее скажут, что где-то было что-то не то. Но мы же как бы оцениваем больше, а получилось, рассмешить не получилось. И мы сравниваем с другими, да. То есть что в итоге лучше. И даже если отбросить эти сравнения, блин, ну это была замечательная пародия на агентуру. И вот, кстати, да, круто, что сейчас как бы трендовая история. Вот эти агенты, там новая версия агента вышла. И вот на вот этой всей такой как бы хайповой теме, хайповой истории выходит именно такой вот стэмчик. Это круто. Не, ну как ты говоришь по поводу гуру лиги смеха мастодонтов, я начал смотреть стэм. Я сначала вот как раз с такими прицелами его оцениваю, думаю, блин. А потом люди смеются и думают, зачем, надо отпустить. Конечно. И просто смотреть, прикольно, что-то делают ребята. Я просто вот, у меня там есть у нас пару старичков, которые у меня активно интересовались, почему я так часто не прихожу, не помогаю им. Свой коллектив у них сформировался, в котором своя экосистема, и они сами вот выдают контент. Потому что пришел бы я, увидел этот стэм в тексте, его бы не было. Ну, честно, я прочитал бы это, сказал, что это. А они в это верят, они это сдают, и у них получается. И так вот, зачем мне входить туда и мешать? Да-да-да, ты абсолютно верно. Это то, что я говорю, что можно, в принципе, отличнейший сценарий прийти, продать плохо на сцене и получить негатив, а можно прийти и даже сценарий на условную четверочку продать на пятерку. Да. И вот сегодня они свой сценарий на четверочку великолепно продали. И реально, ну, слушай, были моменты, когда я наконец-то поржал. То есть, знаешь, вот когда я за этим прихожу вообще на студию. Я себе смотрел, фантазировал, что где-то же есть польско-прилудская война, а не там в контрах. Да. Вот, но куда в концерте без номера, который как минимум странный. Да. Ну, и здесь был вот этот индийский танец, или как его правильно, восточный танец. Бандари он, по-моему, называется. Ну, знаешь, вот есть номера, я не скажу, что он сильно какой-то портящий концерт, потому что это все-таки музыка, это все-таки танец. Это, знаешь, типа номер, который очень мудро был правильно поставлен. Сейчас это не про постановку, это про расстановку. Расстановку номеров, да. То есть, его правильно засунули в между, где-то там, между всем-всем контентом до, контентом после. Вот, молодцы. Я могу что сказать. То есть, они четенько посмотрели, какой номер, не тянущий на уровень всех остальных, правильно его поставили, и он потерялся. Да, он не привнес, но он и не испортил картину общего впечатления. Это очень важно, очень важная история. Поэтому тут, с одной стороны, как бы номер, ну, такой себе, он ничего не дал, абсолютно никакого, там, позитивного эффекта, вау-эффекта, но он и не испортил. И это тоже, между прочим, талант, уметь правильно поставить в нужное место в концерте, ну, такой, скажем так, не самый сильный номер. Я представляю, как команда ему сейчас это слушает, и они вообще так не планировали. Они такие, да, мы так и хотели. Да. Сто пудово. Нет, я весь номер сидел, думал, когда кальяны понесут уже. Да, слушайте, а мне очень понравилось попкорн. Это же надо 21 год ждать, чтобы когда-нибудь все-таки вынесли попкорн. А не коньяк. Ну, да, то есть коньяки, да что угодно было, торты, бананы, я не знаю, ну, короче, было все. А ведь, действительно, это же так круто, типа, ты же приходишь, типа, и в кино чаще всего кушаешь попкорн. И это же круто, когда ты можешь прийти с попкорном посмотреть, что здесь, ну, ой, 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 ой. Это не то, чтобы милость, я не призываю вносить мне попкорн каждый концерт абсолютно. Это было в нужный момент, в нужном месте, какая-то правильная темка, история. Ну, знаете, я студистую люблю за какие-то вкусные бантики, да, вот внутри концерта. Вот сегодня они были там, один бантик там. В буквальном смысле вкусный. Один бантик там, второй бантик там. Это украшает, как бы, весь концерт. Я вообще, честно говоря, второй частью очень доволен. Она выполнила самую главную свою задачу. Это, это вот то, что я говорил вначале, передать эмоцию. Да, вот сегодня команда мне ее передала, поэтому я с замечательнейшим настроением поеду сегодня домой после подкаста. Итак, у нас следующий номер, это видеопародия. Со звуком я написал, что были нюансы. Да, я там половину не расслышал. Да, да, там было тяжеловато. Ну, там же накладывалась музыка, индийский типа разговор и еще перевод. И типа три дорожки, оно как-то в смесь так легло. Да, и там, знаешь, когда вот, казалось бы, один говорит на индийском, его как бы второй голос переводит. И знаешь, когда вот переводящий голос, он немножко качественнее, а оригинальный как бы хуже по качеству. И потом, когда уже человек говорит на понятном нам языке другой герой в технически более некачественном звуке в дорожке. И тебе прям хочется, чтобы его сейчас кто-то озвучил, потому что ты, в принципе, не услышал, что же он все-таки говорит, да. То есть есть такие моменты. Но все-таки с учетом того, что это визуальная пародия в первую очередь, да. И по большому счету, ну, скажем так, не очень важно было, о чем они говорят. То есть там визуальщина была сильно важнее, чем текстовка. Мне очень номер понравился. Но я боюсь, что я буду не единственным человеком, которому этот номер понравился. Потому что он все-таки по актуальности где-то моего времени, да. Когда мы больше прикалывались над этой. Я слышал, как ты впервые говорил, да 10 лет назад бы развалило 15 лет. Да-да-да, да 10, 15, 20 лет назад этот номер без единой, ну, скажем так, правки, без единого, я не знаю, чего-то пересделывания рвал бы на шматье. Весь зрительный зал бы вдоль и поперек, и потом бы кричать, на галку этот номер, на галку 100 подолк. Ну, только про Рому Калу бы никто не понял. Ну, да, ну тогда была бы какая-нибудь, я не знаю, солярка на то время, да, или что-нибудь из этой вот серии, или кому-то воробушек. Ну, у каждого свое как бы поколение, да. Но там можно было что-то вставить. То есть идея в том, что сама, мне кажется, трендовая история, мне кажется, сейчас все-таки не индийские фильмы в тренде, да, в секрете. Какая-то бандиада, не знаю, какие-то игры, тик-токи там. Ну, вот сейчас из того, что я наблюдаю, сейчас, если не брать хайповый, там, вот это Бонд, что вышел, Марвел, уже Марвел обшученный на студвесне был. Сейчас как-то молодежь вот в сторону, там, японской культуры поворачивает, часть вот туда в Японию, в Корею, кей-поп, вот это все нам нравится. А, кстати, Кальмары, да. Кальмары, вот эта вся история, часть. Ты смотришь мультики со своими детьми, которые новые выходят, вот эти все DreamWorks и вот это все? Я тебе, честно, возможно, удивлю и кого-то из нас, из вас, дорогие наши телерадио, ютуба, зрители. Короче, я, в принципе, смотрю только мультики последние три года, да, то есть я не смотрю другого контента. Первый контент, который я посмотрел за последние три года, это были эти подкасты только потому, что... Дашу из Типура я посмотрел, только потому, что мне ютуб сказал, эй, чувак, смотри, тут как бы это... Я не знаю, откуда они берут эти алгоритмы, но они все-таки до меня достучались. Но я смотрю только мультики сейчас, поэтому... Не, ну просто даже в ТикТоке, мне уже пару раз попадало, где люди анализируют старые мультики, которые делал тот же DreamWorks, и как они были, ну уже не по качеству рисовки, по смыслу, по сюжету, по мысли, которые несли и новые, типа показывают тенденцию того, что чуть-чуть они скатываются в качестве, типа, сценарма. В качестве контента, да? Но при этом они сильно больше в качестве спецэффектов, да? То есть технологии растут и так далее. Вот то, что я пытаюсь иногда донести до выступающих команд, что смотрите, если вы где-то видите, что контентик у вас все-таки не той гуау, как бы, да, ну где-то немножко не дотягивает до того, чтобы вам хотелось, ну давайте добавляйте немножко спецэффектиков. Там, там бантики, вкусности, и тогда вы вытащите. Потому что некоторые фильмы Марвела, ну честно, я не всегда могу смотреть, честно говоря. Ну тут уже ценителям. Вот мне, например, условно нравится. И то не все. Ну не все, да. Я говорю, есть вещи, которые нравятся, но есть вещи, которые, ну откровенно, притянуты за уши, да? То есть если бы не вау, спецэффекты и кинотеатры, в котором ты это смотришь, да, то, конечно же, это разные истории. И очень многие зрители наверняка посмотрят концерт ИМО после нашего подкаста, им прям захочется посмотреть тот же стемпчик, да? Они наверняка захотят посмотреть и потом думают, блин, Арутюнян, ты же вроде бы сказал, что там нормальный концерт, как так? Типа я вот посмотрел, наверное, не то. А все потому, что вы не ходите в зал. Потому что вы никогда в жизни не ощутите ту историю условно прямого присутствия. Эффекта, да, вот этого эффекта присутствия. Ни одна камера, ни один Ютуб, ни один кинотеатр вам не передаст этой темы, когда вы внутри, когда вы видите всякие мелочи, то, что не видит камера. Не, ну даже когда сегодня Дима полез по этому канату, оно же, ну, камера так не передаст, а когда ты сидишь и чувак у тебя вылез уже на уровень светоприборов, и ты думаешь, блин, хоть бы он не свалился вживую, это же, ну да. Да, да, а потом, когда, да, ну подогревало ему руки, когда он спускался, да, я думаю, что, ну, как минимум он обжегся, потому что... У него там что-то на руке было, да? Да, 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 потому что, ну, после такого вау-спецэффекта... Ну, зато, видишь, без каскадера выполнял роль, молодец, вот, а ведь мог сберечь руки, да, как голливудские актеры бы эти руками не кормлять. Вот, поэтому, возвращаясь к концерту, ко второй части, могу сказать, что вот в целом вторая часть выполнена была в стиле студвесны, в правильном и в формате студвесны, максимально наполнена юмором, единственная у меня фея во второй части, я его не могу не сказать, и это даже не индийский танец, потому что, как я сказал, его мастерски упаковали внутрь концерта, мастерски, да? Знаешь, как новогодний набор от контика, и там есть вот вкусные конфеты, она какая-то типа, ну, есть, есть мелодика. Да, есть такая история, но при этом-то набор-то вкусный, никто же не скажет, что он плохой, да? То есть при этом в целом набор нормальный, да? Единственное, что я вам хочу сказать, что мне было мало, все-таки четыре номера плюс конферанс, пусть конферанс с контентом, вопросов нет, да, то есть по времени вроде бы и неплохо, но все-таки хотя бы пять номеров должно быть. И условно, как ни странно, господи, хорошо, что не такое большое количество подписчиков этого канала, но я скажу это, но мне хотелось еще посмотреть там условно какой-то нож, танец, что-нибудь неюморное, да? То есть мне немножко элемента шоу как бы хотелось, да? Концерт, вот что... Да-да-да, то есть тут вот, типа, с точки зрения юмора, контента, ну да, все, типа, галочку поставил, выполнили молодцы, еще немножко какого-то шоу, и типа, все ок, гудо. То есть условно мне не хватило одного номера, знаешь, потому что, ну, очень как-то корыка, тут раз, типа, и конец. Ну, сорок минут оно было. Да, мало, мало, мне откровенно не хватило одного номера. Опять же, смотрите, есть такое понимание, как формат чемпионского концерта. У каждого члена жюри, он, типа, выстроен в голове несколько свой, но по большому счету все понимают, что приблизительно он, ну, скелет, по крайней мере, одинаковый, ребра там разные, вот он окривой. Ну да, все придумали до нас. Да, абсолютно верно. И здесь идея в том, что скелет, если он одинаковый, то мы должны понимать, что если будет команда, которая также справится с выполнением своей задачи, но при этом у нее будет на два или на номер больше, условно возьмем два успешных стема, или один стем плюс какой-то очень удачный нож, да, то есть что-то будет несколько больше, что станет лишним бантиком плюс один в общее. А это уже может... А сколько сейчас общая? Система оценок не поменялась. Первая часть 20, потом по пятнахе со средней, и в общее впечатление тоже 20. 20. Ну и самое главное, справедливая история, субъективизма членов жюри, она осталась, то есть максимальный и минимальный балл удаляется. Ну, конечно, куда же без этого. Мало ли у кого-то членов жюри сегодня плохое настроение, и он решил сегодня всем поставить плохие оценки, или наоборот, сверх какие-то хорошие. Я считаю, что это выстраданная история, и очень справедливая тема для того, чтобы команды оставались все-таки среди справедливых оценок. Да, это правильно. Ну, главное, чтобы ты сегодня после концерта в хорошем настроении. Да, я в замечательном настроении. Я в фиолетовом настроении. В фиолетовом. Я вот сейчас приду и дома обниму своих маленьких сыновей, свою дорогую мощницу Катю, и лягу спать, потому что я немножко устал. Ну, раз ты устал, тогда давай, у нас есть финальный фирменный вопрос. Задаем всем. Старик, чё по студвесне? Нормас. Нормас, е. Друзья, Александр Рутинян, подписывайтесь. Приходите на концерты, главное. Мы вас ждем, мы вас любим. И помните, что безалкогольное пиво никогда не заменит вам алкогольное. Приходите на концерты и вживую посмотрите. Это больше эмоций, да? Ну, типа онлайн могут все. А ты что, старик, сидишь? Давай, приходи на концерт. Все. Пока-пока. Ждем. Пока. Пока.